Девушки отдыхают Нейтроны, возникшие при делении ядра, вызывают деление новых ядер. А те, в свою очередь, следующие. Так возникает цепная реакция. Атомная энергетика и принципиально новые материалы. Ледоколы, покорившие Северный полюс. И медицинские технологии, спасающие людей от рака. Суперкомпьютеры и полет человека в космос. Уникальные методы разведки нефти на Земле и поиск воды на Марсе. Все это и многое другое. Цепная реакция атомного проекта. Сверхсекретный атомный проект создания советской атомной бомбы. По сути дела, начало всей научно-технической революции в нашей стране. Именно этот проект запустил цепную реакцию развития всей атомной промышленности Великой России. Продолжение следует... Профессиональные убийцы используют самые современные достижения техники. И для борьбы с этой страшной угрозой необходимо суперновейшие технологии безопасности. На первом этаже я вам обнаружил подозрительный кейс. Вооруженная охрана действовала четко по инструкции. Быстро удалила всех людей из опасного места. Прием, выслать группу СОВА. Это СОВА. Уникальная автоматическая система обнаружения взрывчатки. Новейшая отечественная разработка ученых-атомщиков. Чувствительность СОВЫ намного выше, чем у рентгеновских аппаратов. При досмотре рентгеновской техники вы получаете просто изображение и косвенное соотношение плотности объекта. Ну, соответственно, если у вас там пачка сахара, кусок мыла, или какие-то органические вещества по плотности близко к взрывчатке, то вы никогда их не отличите. Преимущество этой техники то, что она бесконтактная. Останавливаетесь на расстоянии до полуметра до объекта, облучаете этот объект, получаете отклик. Прибор точно установил. В кейсе находится взрывчатка. В этой уникальной технике применяются миниатюрные ускорители элементарных частиц. Нейтронные генераторы. Так в мирных целях стали использовать технологии, которые раньше работали исключительно на войну. В августе 1945 года американские атомные бомбы стерли с лица земли японские города Хиросима и Нагасаки. Это была скрытая угроза Советскому Союзу. У Соединенных Штатов есть супероружие. Теперь правила в мире диктуют американцы. Соединенные Штаты организовали вокруг нашей страны военные базы. И во всей американской прессе рисовались картинки, как с этих военных баз летят самолеты на наши города, на наши промышленные центры с атомными бомбами. Ядерная гонка на уничтожение началась. Линия фронта проходила через научные лаборатории, цеха секретных заводов, испытательные полигоны. Аналитики и разведчики ЦРУ докладывали, русские создадут свою бомбу не ранее 1954 года. Советы не успеют подготовиться к новой войне. Вопрос стоял, либо ты успеваешь создать в невероятные сроки советское ядерное оружие, и тогда страна жива, либо завтра не будет ни страны, и города и тебя точно не будет. Наша разведка получила точные сведения. В Пентагоне запланировали ядерную атаку на Советский Союз 1 января 1950 года. С Новым годом, дорогие товарищи! Счет пошел на дни, а может и на часы. Все участники атомного проекта это знали. Главное – успеть. Если у Советского Союза не появится своего ядерного оружия, с очевидностью будет нанесен удар. План назывался «Троян». Но Соединенные Штаты нарвались на совершенно неожиданный ответный удар. Команда на взрыв первой советской атомной бомбы была дана именно с такого пульта. 29 августа 1949 года Советский Союз произвел атомный взрыв. Это было шоком для американцев. Ядерную атаку на нашу страну американцам пришлось отменить. Проведя успешные испытания первой атомной бомбы, создав атомное оружие в Советском Союзе, наши физики, ядерщики спасли Советский Союз, да и весь мир. Этот уникальный задел, который с самого начала формировался в атомной отрасли, он позволил создать уникальный набор технологий, которые важны не только для обороноспособности, но и для развития экономики. Это, конечно, атомная энергетика, это современная наука, это современная медицина. Обнянск. Медицинский радиологический научный центр. Этому мужчине врачи поставили страшный диагноз – рак. Обычно в таком случае хирургической операции не избежать. Но медики и физики-ядерщики предложили ему другой выход. Это альтернатива хирургическому вмешательству. Это внутритканевая лучевая терапия, брахиотерапия в данной ситуации, это постановка источников излучения непосредственно в ткани. Излучение поражает только очаг опухоли. Здоровые ткани при этом не затрагиваются. Операция не дешевая, ведь раньше приходилось использовать только дорогие импортные микроисточники радиации. Стоили они примерно больше всего 100 евро один источник. Из расчета 60-70 источников опухоль, арифметика легкая. Сегодня на операции хирурги впервые использовали российские радиоактивные микроисточники. Их начали делать вот на этой опытно-промышленной установке. И стоят они намного меньше импортных. Наши технологии позволяют производить все в 4-5 раз дешевле. А это означает, что открывается дорога выполнения огромного количества операций по всей стране. Созданное производство ориентировано, в первую очередь, на нашу страну. Эта операция была не рядовой. Она стала завершающим этапом создания наших отечественных радиоактивных микроисточников. Теперь они пойдут в широкую серию. Будут выпускаться десятками тысяч. Значит, больше людей получат шанс на спасение от смертельной болезни. Когда вот эта вот смычка произошла между физиками и медиками, то и, в общем, выстрелила. Это только начало. Сотрудничество с физиками позволяет разрабатывать методики лечения, о которых раньше могли только мечтать. Вот сейчас мы говорим уже о раке печени. Подведение через сосуд, опухоли печени, неоперабельной, например, или бедостаза печени. А радиоизотопов, понимаете? То есть вот тут вот большое поле, и мы готовы. У нас экспериментальная база к этому году. Если раньше мы просто обсуждали какие-то проблемы и мечтали, что мы будем работать вместе, то сегодня мы идем к медикам и получаем от них задания. Они нам дают параметры, а мы создаем продукты. Атомная отрасль в нашей стране всегда развивалась комплексно и системно. Это и мирная атомная энергетика, но это еще и ядерно-оружейный комплекс страны. Эта атомная подводная лодка считалась сверхсекретной. Она обладала фантастической маневренностью и скоростью. Лодка, которая уходила от торпед, это лодка, которая была способна догнать любую другую лодку, потому что преимущество по скорости было колоссально. По 80 километров под водой в час. Это подводные лодки 705-го проекта. Их уникальность заключалась в особом реакторе. В нем энергия атомной реакции переносилась с помощью жидкого металла. Соединенные Штаты тоже пытались создать подобные субмарины, но не справились с техническими проблемами своих реакторов. И только Советскому Союзу удалось наладить серийное производство таких стремительных подводных лодок. Это был истребитель подводных лодок. В свое время это был самый продвинутый проект. И как все специалисты, в том числе и адмиралы, с которыми мне приходилось говорить, эта лодка обогнала лет на 50 в свое время. В тяжелейшие для нашей страны 90-е годы прошлого века смертельно опасные для противника лодки были уничтожены. А деньги на это охотно дали наши тогдашние партнеры, американцы. Но, к счастью, саму технологию уникальных реакторов удалось сохранить. И в наши дни она находит совершенно неожиданное гражданское применение. И сейчас идут работы по созданию подводного модуля на основе тоже жидкометаллического реактора, который, это уже такая экзотика, это некий подводный модуль, который будет заниматься добычей полезных ископаемых на шельфе, на арктическом, подо льдом. Там не будет людей, и там будет реактор, который будет весь этот модуль снабжать электроэнергией, находясь под водой. Создавая наш ядерный подводный флот, конструкторы испытали несколько типов атомных реакторов. И в конечном счете остановились на том, где энергию ядерной реакции переносит обычная вода. Такой реактор называется водоводяной. Именно он позволил создать совершенно новый тип кораблей, теперь уже надводных. Создавался атомный проект для подводного флота, но вот в результате этой работы был создан уникальный атомный ледокольный флот, которого нет ни у одной страны в мире. В 2013 году в России заложен первый в мире атомный ледокол принципиально нового класса – двухосадочный. Он не только способен преодолевать толстые льды в океане, но также может заходить в устье великих сибирских рек. Уже идет работа и должен быть спуск на воду первого головного ледокола. Это обеспечивает развитие уникальных проектов и подавыче углеводородов, и по развитию экономики России на Крайнем Севере. В том числе и за счет этих технологий Россия сегодня безусловный лидер по освоению уникальных богатств Арктики. Арктика в 21 веке безусловно станет территорией жесткой конкуренции за ресурсы. Но когда против нашей страны ввели экономические санкции, они ударили по российскому нефтегазовому сектору. В последнее время, с учетом введения санкций, конечно, особенно это касаемо в геофизике, а западные компании просто вынуждены уходить с наших месторождений, то, соответственно, были востребованы наши аппаратуры. Эта металлическая труба — геофизический зонд. Его ювелирная сварка ведется с помощью лазеров. Внутри трубы находится нейтронный генератор — миниатюрный ускоритель элементарных частиц. Когда зонд поднимают из скважины, он с высокой точностью определяет состав месторождения и его границы. Нейтронные генераторы в геофизике эксплуатируются в очень жестких условиях. Они работают при температуре от минус 50 до плюс 175 градусов. В скважинах до 6 километров, как вертикальных, так и в горизонтальных. Соответственно, они работают при большом давлении. Эти приборы работают наподобие локатора. Нейтронный генератор направляет пучок частиц на любой объект. И по отраженному сигналу можно точно сказать, из какого вещества он состоит. Заполярная Россия — это не только уникальное месторождение полезных ископаемых, но и Северный морской путь. Самая короткая водная дорога из Атлантики в Тихий океан. Правда, провести по ней караваны судов могут только российские атомные ледоколы. У нас сейчас есть уникальный результат, когда проводка каравана судов через Северный морской путь заняла 7,5 суток. Мы здесь выигрываем 20 суток, как минимум, в сравнении с альтернативными маршрутами прохода в Юго-Восточную Азию. Это важнейшее конкурентное преимущество нашей страны. Это еще один пример, как военный атом стал нервным. Дело в том, что на ледоколах и подводных лодках установлены водоводяные реакторы. Именно они стали прообразами тех энергетических установок, которые сегодня используются на атомных станциях. Считанные люди видели Нововоронежскую атомную станцию с такой высоты. 172 метра. Около 60 этажей. Эти съемки были сделаны с вершины градирни новейшего блока АЭС. Самой высокой в России. А ведь еще совсем недавно казалось, что атомная станция доживает последние дни. До работы в правительстве я 11 лет представлял Воронежскую область в Государственной Думе. И когда я приехал в 1997 году в свой избирательный округ, а в его состав входит город Нововоронеж, город атомщиков, увидел в глазах моих избирателей тоску и безнадегу. Старые энергоблоки выходили из-за ресурса, а новые никто не собирался строить. Даже многие из тех, кто давно трудится на станции, не видели вблизи работающий реактор. В конце 90-х эти реакторы собирались остановить, но атомщики сумели продлить им жизнь. Воспользовались тем, что в отрасли всегда все делали с большим запасом прочности. Но вот новое строительство находилось под вопросом. Денег не было и не предвиделось. В 2000 году президентом России стал Владимир Владимирович Путин. Мы обратились к нему и получили согласие и финансирование на строительство новых энергоблоков, новой станции. Да и не просто станции, а по сути дела станции, где сегодня мы отрабатываем новейшие технологии атомной энергетики. Это седьмой энергоблок. Он еще строится. А сооружение шестого уже завершено. И здесь установлен перспективный российский атомный реактор. Одна из наших главных ценностей звучит так – на шаг впереди. Мы всегда должны быть на шаг впереди и самих себя вчерашних, и всех наших конкурентов. Мощность этого реактора – 1200 мегаватт. И сегодня он считается самым безопасным в мире. На атомных блоках, которые строили раньше, реактор в случае аварии останавливали с помощью специальных кнопок. Сейчас мы нажмем и посмотрим, что произойдет. Вот мы слышим, звучит аварийная сигнализация на панели А3. Мы видим, как привода органов регулирования окрасились в красный цвет. Это значит, что стержни опускаются, цепная реакция гасится, тем самым мощность реактора падает, и реактор переходит в безопасное состояние. На новом шестом блоке Нововоронежской станции нажимать эти кнопки не потребуется. Система автоматики сама остановит реактор. Эта система построена так, что электричество двигает эти приводы вверх и, как бы сказать, вниз, когда оно есть. Но если полностью все электричество, в общем-то, отключить, то есть, ну, просто подводить топором и перерубить все кабели, по действиям гравитации эти приводы упадут в активную зону реактора, и он заглохнет. Между собой атомщики называют такие реакторы постфукусимскими. Если бы реактор, аналог того, что мы сейчас построили, стоял бы на фукусиме, то даже если бы они полностью бы лишились всего электричества и внешнего, и внутреннего, то там такой аварии бы не было. 11 марта 2011 года у берегов Японии случилось сильнейшее землетрясение. И вскоре гигантское цунами накрыло дома, дороги, людей, а затем и атомную станцию Фукусима. После Чернобыльской аварии эта катастрофа стала крупнейшей в мире. Когда наши специалисты предложили японцам свою помощь, те отказались. Нам ваши советы не нужны, мы сами с усами. Никого не пускало, желая, что как-то мы сами разберемся, не вынося ссоры из СБ. Наши атомщики быстро разобрались, что произошло на японской станции. И вскоре повторили эту ситуацию на своих учениях. Сейчас вы видите эти кадры. Нововоронежская АЭС. В 8.21 минуту мной получено сообщение от дежурного диспетчера о полном обесточивании наркоблоков 3, 4, 5 в результате прохождения смерча. Именно так начала развиваться ситуация на Фукусиме. Цунами привело к прекращению внешнего электроснабжения. В результате отказалась система охлаждения. По инструкции надо подключать резервные дизель-генераторы. На 5-м энергоблоке отказали все 4 резервных дизель-генератора. На Фукусиме цунами также уничтожило резервные дизель-генераторы. И случилась авария. Нововоронежская станция справилась с этой проблемой. Подачу электроэнергии быстро восстановили. Выручили мобильные силовые установки. На Фукусиме же их просто не было. А когда такие установки привезли, то было уже слишком поздно. Но представим, что аварию устранить не удалось. Температура внутри герметичной оболочки, где находится реактор, резко возрастает. И все, что под ней находится, начинает плавиться. Именно так и случилось на Фукусиме. Для таких ситуаций создана ловушка расплава. И находится она прямо под реактором. Это огромный железобетонный стакан. В него истекает раскаленная магма. Остужает ее особый материал. Его так и называют «жертвенным». И в результате ядерная реакция останавливается. В итоге расплав, который вышел из реактора, вот эта ловушка, он там очень длительное время, почти за бесконечным, будет там как бы удерживаться и сохраняться в безопасном состоянии. То есть, опять-таки, не будет дальнейшего заражения. На Фукусиме такого оборудования не было. Эти ловушки созданы в России и устанавливаются на всех отечественных атомных станциях, начиная с 2007 года. Специалисты Российского кризисного центра научно-технической поддержки непрерывно мониторили ситуацию на Фукусиме. Просчитывали и моделировали все возможные варианты последствий. Была просчитана абсолютно идиотская ситуация, что все шесть блоков выбросили все, что у них есть внутри, а ветер дует точно над Владивосток. И когда облако приходит в Владивосток, ровно в этот момент проявляется мощный дождь и выбрасывает все в Владивосток. И даже вот в этой совершенно идиотской ситуации с помощью тех вот средств моделирования, которые были накоплены после Чернобыля, был получен ответ. Любимый город может спать спокойно, доз опасных для жизни даже детей. Нет. Любая авария на любой атомной станции в мире сегодня обязательно моделируется и изучается, чтобы в дальнейшем избежать ошибок. Это закон российской атомной энергетики. Мы пережили Чернобыль в нашей истории и сделали выводы. Эти выводы привели Россию к созданию технологий атомной безопасности, которые превосходят все существующие технологии в мире. Поэтому то, что мы предлагаем на нашей территории и нашим партнерам атомные электростанции, они самые безопасные в мире. Это случилось под утро. Сработала аварийная сигнализация. Внимание, смены! Проступаем к инфекции футного сабота. В первом контуре реактора появилась течь. Именно в этом контуре и находится активная зона реактора. Мой учитель, он учил как? Ничего руками не делай. Держи их за спиной. Вот первый жест, это руки за спиной. Нужно проанализировать, что случилось. Идентифицировать сигналы. Принять решение, что ты будешь делать. И только после этого обдуманно сделать операцию. Снижение давления в первом контуре меньше 150 килограммов. Програнировать давление в парогенератор. Принять поддержку давления в парогенератор. Вот это так называемая защита от дурака. Для того, чтобы сделать операцию, нужно сначала левой рукой нажнать кнопочку, которая подает оперативное питание на эту панель. И только после этого правой рукой я нажимаю на другую кнопку и осуществляю запуск насоса, отключение арматуры, то есть какое-то действие. Это говорит о том, что случайно операцию оператор сделать не может. Внимание, смех! Да! Он находится в холодном состоянии. Реактор переведен в безопасный, контролируемый режим работы. Авария устранена. Хотя на самом деле ее не было. Проходили учения. До Чернобыльской аварии у нас не было на станциях тренажеров. Сегодня на каждом станции не по одному тренажеру. Под Воронежем и под Нижним есть останки атомных станций теплоснабжения, которые были загублены псевдоэкологами. Некоторые из них на референдуме утверждали, что если эти станции будут запущены, то батареи отопления в жилых домах ночью будут светиться. В результате люди непосвященные, неподготовленные проголосовали против этих станций. Атомная энергетика слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее дилетантам. Наверняка никто из этих псевдоэкологов не знал, что люди, которые отвечают за безопасность АЭС, это элита атомной отрасли. Например, стать оператором атомной станции не менее сложно, чем пилотам современного истребителя-бомбардировщика. А надежность в атомной отрасли обеспечивают системы, которым могут позавидовать даже творцы суперсовременных самолетов. Это Т-50, российский перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Детали его конструкции, которые подвергаются самым большим нагрузкам в полете, сделаны из легкого и одновременно очень прочного углеволокна. Изначально его начали применять в ядерных боеприпасах и центрифугах для обогащения урана. А когда авиаконструкторы проектировали самолет, то самые сложные вычисления проводили на суперкомпьютере, который используют физики-атомщики для моделирования ядерных взрывов. Находится этот компьютер в городе Сарове, во всероссийском НИИ экспериментальной физике и входит в десятку самых мощных в мире. Россия в сегодняшней жизни является таким местом, где создаются современные технологии и на базе их современные продукты. Сегодня мы понимаем, что именно эти методы повлияют на нашу основную миссию, связанную с поддержанием ядерного боезапаса. Но оно повлияет и на развитие фундаментальной науки и ее прикладных гражданских направлений. Создавая первую атомную бомбу, все расчеты велись вручную. Но вскоре на помощь пришли электронно-вычислительные машины, которые тогда занимали целые этажи зданий. А когда отказались от реальных испытаний на полигонах, то все взрывы ядерных и водородных зарядов стали виртуальными. Их моделируют на суперкомпьютерах. Можно сказать, что атомное оружие стало родоначальницей всех современных ЭВМ. Настольных компьютеров, серверов, ноутбуков, планшетов, смартфонов. И, конечно же, мощных суперкомпьютеров. С точки зрения создания супер-ЭВМ в области прикладного программного обеспечения, в области системного программного обеспечения. Мы на сегодня стопроцентно независимы от наших зарубежных партнеров. Первые отечественные вычислительные машины сыграли огромную роль в создании оружия, которое изменило ход истории человечества. Самая мощная в мире водородная бомба, которую звали Кузькина мать. Когда Никита Сергеевич Хрущев приехал в ООН и сказал, я вам покажу Кузькину мать, он не ругался. Он говорил о ней, об этой красавице. Утро 30 октября 1961 года. Испытание в СССР водородного заряда. Его решили сбросить на огромном парашюте. Беспокоились за безопасность летчика. Чем дольше бомба будет падать, тем дальше самолет улетит от места взрыва. Конструкторы специально понизили мощность заряда в два раза. Говорят, они боялись, что водородный взрыв может привести к началу термоядерной реакции в морской воде. Океаны взлетят на воздух, и планета расколется на куски. Это испытание в буквальном смысле слова потрясло все человечество. Взрыв был такой силой, что сейсмическая волна от него трижды обогнула земной шар. Стало понятно всем, воевать таким оружием бессмысленно. Гибель грозила бы всему человечеству. И в 1963 году Советский Союз, США и Великобритания подписали в Москве договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Говорят, что Сергей Павлович Королёв, когда увидел парашютную систему для этой кузькиной матери, понял, есть на чем возвращать пилотируемые корабли обратно на землю. Кстати, свою знаменитую ракету Р-7 Сергей Королёв создавал исключительно для того, чтобы она несла водородную бомбу. Но вскоре на этой ракете полетел Юрий Гагарин. Поехали! Можно сказать, что именно термоядерная бомба открыла человечеству дорогу в космос. Марс. 6 августа 2012 года. В этот день марсоход Curiosity совершил успешную посадку на Красную планету. Космический корабль летел к ней 9 месяцев. И все это время в Москве в Институте имени Духова с огромным волнением ждали этой посадки. Мы держали пальцы скрещенные за то, чтобы он приземлился, чтобы он заработал. А второе чувство было, ну, если он не заработает, то можно на диссертацию не писать. Речь идет о ключевом приборе марсохода. Его задача — поиск воды. Создан прибор в Российском институте космических исследований. А сердцем устройства является нейтронный генератор, разработанный вовне автоматики имени Духова. Перегрузки для данного прибора составляют порядка двух тысяч G. Температурный диапазон от минус 55 до плюс 70 градусов Цельсия. Когда готовилась экспедиция на Марс, НАСА объявило конкурс на создание прибора для поиска воды. Условия были очень жесткими. Генераторами занимается достаточно большое количество фирм во Франции, в Соединенных Штатах. Но они, узнав о столь коротких сроках разработки, они не взялись этот прибор создать. А мы взялись, имея опыт в создании подобных приборов в наработке. И он получился. 21 мая 2015 года НАСА сообщило о раскрытии главной тайны Марса. Российский прибор установил, что вода на планете есть. И ее там много. На зарубежном рынке, собственно, главное то, что там нас никто не ждет. И это зона жесточайшей конкуренции. Всеми силами пытаются и всегда будут пытаться не пустить, создать барьеры, вытолкнуть. Пользуются все рычаги и политические, административные, любые. Иран. Атомная станция в Бушере. Ее начали строить немецкие атомщики. Мы в какой-то момент по политическим соображениям немцы от этого проекта отказались. И родился проект о завершении строительства этой станции силами российских организаций. Это был совершенно уникальный проект, такого в мире никогда не было, когда мы вписывали свое оборудование и свои технологии в уже построенные здания. Ситуацию осложняло то, что Иран находился под международными санкциями. И многие в мире, особенно США, резко выступали против сотрудничества Ирана и России в атомной сфере. Приехал сюда господин Мунис, который сейчас министр энергетики, а был тогда первым заместителем. Я сказал, Госдеп выдвинул условие, вы уходите из Бушера, прекращаете строительство. Я сказал, Мунис, ты некоторые русские выражения понимаешь? Вот я тебе повторю из трех слов, куда должен идти твой Госдеп. Блок удалось закончить и пустить. Это очень серьезное достижение российской атомной энергетики. Я думаю, что наш авторитет в мире после этого проекта в общем-то существенно повысился. А когда в 2010 году произошла кибератака на иранские заводы по обогащению урана, было принято решение использовать в атомной отрасли Ирана российскую автоматику. Она управляет на АЭС всеми технологическими процессами. В нашей технике нет покупных электронных узлов зарубежных, нет покупного программного обеспечения, никаких операционных систем. Это одновременно определяет и кибербезопасность. Точно такие же системы стоят на всех новейших АЭС, которые строятся в России. Вот часть этих модулей работает в так называемом резервированном режиме. То есть, один модуль работает, второй за ним смотрит. Вот, например, основной модуль выходит из строя. Ну, как мы это сделаем? Мы просто выйдем предохранитель. Зажглась аварийная лампочка, этот модуль тут же перехватил управление. Так как он следил за ним, он знает, как продолжать управление, и управление продолжается. То есть, собственные электростанции этого не видят, что вышел из строя модуль. Строительство атомных станций выгодное, стратегически важное дело. Международные контракты заключаются на десятки лет. Например, гарантированный срок работы атомной станции 6 десятилетий. При таких сроках, которые точно больше любых политических циклов, да, в общем, как правило, больше и циклов человеческой жизни нормальной, вопрос репутации и доверия становится принципиально важным. Это репутация не только технологической надежности, безопасности, но это и репутация отрасли. Если российские атомщики что-то обещали, они это делают. Несмотря на огромную, часто недобросовестную конкуренцию, «Росатом» в последние годы не проиграл ни одного международного тендера. Мы сегодня имеем самый большой в мире портфель контрактов на сооружение новых атомных станций в других странах. Более 20 атомных энергоблоков, а общий портфель в деньгах уже более 300 миллиардов. ДОЛЛАРДОВ ДОЛЛАРОВ Совсем недавно у российских атомщиков появилось еще одно весомое конкурентное преимущество. Таких установок в атомной промышленности никогда раньше не было. Это первая в мире печь плазменной переработки твердых радиоактивных отходов. Сейчас мы находимся у плавителя шахтной печи, в которой происходит плавление твердых радиоактивных отходов. Отходы уменьшаются в 40-70 раз. Температура плавления от 1500 градусов до 1800. В середине октября 2015 года плазменная печь начала работать на Ново-Воронежской АЭС. Этой печи, в принципе, все равно, что переплавлять. Металл, кирпич, стекло. Производительность данной печи от 200 до 250 килограмм в час. За 15 суток непрерывной работы мы сжигаем более 50 тонн твердых радиоактивных отходов. На выходе получается вот такой стеклоподобный материал. Еще недавно проблема радиоактивных отходов в мире казалась неразрешимой. Сегодня уникальные российские технологии помогают с ней эффективно справляться. Мы разгребли весь запас, который накопился за десятилетия. Это вывоз накопленного топлива, в первую очередь, по подводным лодкам. Радиоизотопные генераторы было почти тысяча штук разбросано по Арктике и Антарктике. И по всей стране собирали отходы наука, медицина, строительство, образование. Везде, где использовались радиоактивные материалы, радиоактивные источники, собрали, привезли и полностью безопасно утилизировали и переработали. Сегодня Россия — единственная страна в мире, которая решила проблему отработанного ядерного топлива. Вот перед нами ядерное топливо. Сегодня только Россия является обладателем уникальных технологий реакторов на быстрых нейтронах. В любом контракте, который заключает Росатом на строительство атомных станций за рубежом, есть непременные условия. Все отработанное ядерное топливо обязательно направляется в Россию. Казалось бы, какой в нем толк? По мере того, как мы сжигаем уран, появляется концентрированная опасность, концентрированная радиоактивность. В итоге мы оказываемся в ситуации, или окажемся в ситуации, когда будущие поколения получат наследство огромное количество довольно опасных отходов. Так вот, быстрая технология позволяет сжигать и отходы. Быстрой технологией атомщики называют реакторы на быстрых нейтронах. Вот с этого пульта управляли работой первого такого реактора в Европе. Находится он в Обнинске, физико-энергетическом институте. Быстрые реакторы оказались крепким орешком. От них отказывались одна страна за другой. Слишком высок был риск аварий. Не сумели справиться американцы, не сумели справиться немцы, не сумели справиться англичане, а у нас работают исторические линейки реакторов на быстрых нейтронах. То есть мы в этой линии быстрых реакторов оказались лидерами за многие годы. Один из таких реакторов вот уже три десятка лет успешно работает на Белоярской АЭС в Свердловской области. 10 декабря 2015 года новый быстрый реактор уже мощностью 800 мегаватт выдал первые киловатт-часы в энергетическую систему России. О чем говорил наш президент в 2000 году на саммите тысячелетия. Устойчивое развитие человечества с точки зрения энергетики должно осуществляться на основе ядерной энергетики, но обладающей теми особенностями, которые сейчас реализуются в проекте «Прорыв». Сердцем проекта «Прорыв» станет быстрый реактор четвертого поколения «Брест». Одна из его особенностей в том, что на таком реакторе в принципе невозможно получить оружейный плутоний, взрывчатку для атомной бомбы. Так что не будет теперь никаких ограничений для его экспорта. Когда топливо поработало в реакторе, перерабатывается, опять поступает на производство нового топлива и идет в реактор. Замыкаются. Вот это уже начало, это уже реализация того прорыва, это реальное лидерство в мире. Это замкнутый ядерно-топольный цикл. По сути дела безотходное производство. Многие хотели бы получить эту технологию в России, но они получат ее только тогда, когда мы это решим. Путешествие в далекий космос – мечта многих поколений людей. Ученые всегда мечтали об освоении космоса и всегда мечтали о большой энергетике в космосе. Реально, большую энергетику можно получить только с используемым атомом. Нельзя добраться до далеких миров на нефти, на газе, на водороде или еще на чем-то. Можно добраться только на таком источнике энергии, который сконцентрирован в малом объеме. В 70-х годах прошлого века в физико-энергетическом институте были разработаны ядерно-энергетические установки БУК и ТОПАЗ небольшой мощности. Они довольно успешно работали на искусственных спутниках Земли, но обеспечить полет к другим планетам не могли. Главной проблемой было создание высокотемпературных конструкционных материалов, отработка технологии работы с этими материалами. С этой задачей мы справились. Это транспортно-энергетический модуль. Его полет обеспечит мощная ядерная установка. Практически можно создать установки неограниченной мощности в тех пределах, которые необходимы. Создана уникальнейшая технология, которой нет сегодня в мире. И эта технология гражданская, не военная. Наверное, впервые в истории, когда гражданские технологии обгоняют военные. Пройдет не так уж много времени, будут созданы новые поколения таких модулей. Вот тогда и станет реальностью мечта человека полететь к другим мирам. Ядерный двигатель для космоса это одна из кульминаций атомного проекта. Проекта создания ядерного щита нашей страны. И кто бы не становился лидером России или Советского Союза, он понимал, без ядерного щита будет война. А с щитом войны не будет. Атомная отрасль сумела пережить даже тяжелейшие годы после развала Советского Союза. И все это благодаря одному очень важному фактору ключевому. Можно ходить в рваных ботинках и питаться коркой хлеба, но не предать свое дело. Это большая семья. А семью не предают. И поэтому мы сохраним лидерские позиции, которые сегодня присущи нашей ядерной отрасли. Основа конкурентно способности атомной отрасли России. Это человеческий потенциал, это интеллект людей, которые работают в атомной отрасли, это профессионализм и преданность людей отрасли, в которой они работают. Мир стремительно меняется. Сегодня уже не кажется выдумкой, что огромное число вещей и технологий, которые мы наблюдаем, которыми пользуемся, появились благодаря ядерной бомбе, благодаря атомному проекту. Большое видится на расстоянии. И чем дальше от нас эпоха первого советского атомного проекта, тем больше мы осознаем героизм и величие того, что было сделано нашими отцами. Сегодня, благодаря нашему ядерному потенциалу, Россия может развиваться безопасно. И цепная реакция успеха нашей атомной промышленности уже набирает космическую скорость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин